В прошлые выходные в Славутище прошел турнир по мини-футболу с участием 21 команды. Одной из крупнейших компаний, обслуживающей более полумиллиона абонентов Черниговской области под Черниговоблэнерго. Удивительно, но столь солидная команда из Чернигова выбрала для проведения своего турнира территорию Киевской области и маленький город Славутич. Очень понравился наш зал. У них таких залов нет, на жаль, поэтому они попросили наше спортивное сооружение для такого большого турнира. Тем любопытнее было наблюдать, после предварительной игры в семи подгруппах и четвертьфиналах и полуфиналах в финал вышли. Менский РМ, обыгравший в четырех встречах своих соперников с общим счетом 17-3, и команда Черниговских городских электросетей, обыгравшая в предварительных турнирах своих соперников со счетом 21-2. Больше всех забили и меньше пропустили. Но перед финалом состоялась товарищеская встреча между городской администрацией Славутича, работниками исполкома и депутаты, и сборной Черниговоблэнерго. Начало для Славутичан было весьма неудачным, и за пять минут до финального свистка они проигрывали 0-2. Но потом взялись, поднапряглись, зарядились от внештатного тренера-экс-мэра Славутича-Вудовиченко и забили два мяча. И свели матч ничьей. И даже была возможность победить, но защитник команды соперников выбил мяч из пустых ворот. Дякую болевальникам, вы просто божевели, вы кращи. Рахунок на тобой, я такий повинен бути. А я уверен, что никто нас не сможет звинуватить в договорняке. Договорняки повинні бути в іншому, а тут футбол. Я вам дякую за цю трусбу, я вам дякую за цей матч. Хай счастлив. У нас сегодня все получилось, в том числе и рахунок. Тому мы не старались. Все было по-честному. Ну и в черговый раз дякую війській владе за то, что мы в таком гарном приміщенні, в таком гарном коллективе проводим свое свято. Дякую. А после окончания встречи мы пообщались с нашим игроком, депутатом городского совета Репихом, задав ему коварный вопрос. Почему не выиграли? Ведь мы же играли на своем поле. Мы сражались, воевали как могли. Ну, такой результат. Результат боевой. Действительно, тут никто не буксовал, не сдавался. Отшли до последнего. С самого начала финала стало понятно, что команда Черниговские и городские электросети была очень уверена в себе и чувствовала себя очень роскошно, забив мяч буквально на 35-й секунде. Далее они особо не торопились события, ждали ошибок противникам. Особо выделялся в команде игрок под номером 16, Олег. Это он забил первый мяч на 35-й секунде, а потом сделал несколько эффектных передач и еще пару раз отличился сам. Чувствовалось, что за его плечами есть хорошее футбольное прошлое. Выграю с 9 лет и до последнего. Раньше профессионально, а сейчас только для аппетита по воскресеньям. Нет, но все равно видно, что есть как бы футбольная подготовка. И сейчас, да, модно говорить, выиграл не я, выиграла команду. В общем, в финале Черниговские и городские электросети выиграли с отчетом 7-1. А Олег получил приз лучшего бомбардира турнира. Поздравляем! На торжественном закрытии турнира вначале наградили самых активных болельщиков. Затем команда, занявшая четвертое место, получила приз за волю к победе. Выиграв матч за третье место, бронзовыми наградами был награжден аппарат управления Черниговоблэнерго. На втором месте Менские районные электрические сети. Ну, а победителями турнира стала команда Черниговских городских электросетей. Найсильнейшая команда Чернигового бомбардира, команда Черниговских местных электросетей. Продолжение следует...